Доброе утро! В эфире Вести Магнитогорск, в студии Юлия Черешнева. Сегодня магнитогорцы могут задать вопрос премьер-министру России Владимиру Путину. В 14 часов по местному времени на телеканале «Россия» в прямой эфир выйдет спецпрограмма «Разговор с Владимиром Путиным. Продолжение». Это будет восьмое интерактивное общение Путина с россиянами, в том числе второе в должности главы кабинета министров. Свои вопросы горожане могут задавать как по телефону, так и в прямом эфире. Впервые в Магнитогорске будет организована видеотрансляция. Участники Великой Отечественной войны, узники и блокадники будут укреплять здоровье в курортной поликлинике. Причем городская администрация берет на себя и обязанности по доставке ветеранов и людей с ограниченными возможностями. Для них будут работать спортивные залы, сауны и бани. А скоро в поликлинике начнет действовать и радоновое отделение. Специальные ванны показаны практически всем людям преклонного возраста. Кроме программы оздоровления в течение всего года планируется целый комплекс мероприятий. От косметических ремонтов в квартирах ветеранов до бесплатной подписки на газеты. Главными участниками этих мероприятий различного уровня будут люди, которые непосредственно принимали участие в войне. Это еще раз повторю. Участники войны, инвалиды, это узники, это блокадники. Вот эта категория. На сегодняшний день в городе проживает 1443 человека. Сейчас чиновники будут просчитывать финансы. Планируется, что уже в конце января ветераны начнут лечиться. Магнитогорская таможня подвела итоги работы Координационного совета за 2009 год. Его главная функция – проверка магазинов на наличие контрафактной продукции. Инициатором подобного рейда может стать либо компания-правообладатель, либо сами горожане. Если в рамках проверки такие товары выявляются, нам необходимо провести экспертизу этих товаров и определить признаки контрафактности этой продукции. Потому что сам товар контрафактный может признавать только суд. Наибольшим спросом у покупателей пользуется компьютерное программное обеспечение. Покупать контрафактную продукцию предпочитают из-за низкой стоимости, в отличие от лицензионных программ. Если суд признает продукцию незаконной, ее полностью снимают с продажи. В следующем году Координационный совет планирует в список проверяемых товаров нести еще и лекарства. Нападающий магнитогорского металлурга Сергей Федоров стал послом зимних Олимпийских игр 2014 года в Сочи. Хоккеисту был официально вручен диплом посла игр. Федоров пополнил число других известных российских спортсменов, которые стали представителями сочинских игр. Ранее этой чести уже удостоились хоккеист Александр Овечкин, фигуристы Оксана Домнина, Максим Шабалин и другие. В новогодние праздники россияне будут отдыхать 10 дней с 1 по 5 января, включительно новогодние каникулы по Трудовому кодексу. Но красные дни календаря продолжатся, поскольку 2 и 3 января приходятся на субботу и воскресенье, следовательно, выходные дни переносятся на среду и пятницу, 6 и 8 число. А между ними еще один нерабочий праздничный день, 7 января, Рождество Христово. На очереди информация о Центральной диспетчерской службе. С 8 до 17 прекращается подача горячей воды по Октябрьской, Индустриальной, Гагарина, 45, Советской, Правда, 72. С 9 до 17 не будет холодной воды по Галиулина, Ручье, 18,2. С 9 до 17 планируется отключение электроэнергии по Андреевской, Заречной, в поселках Нежный и Держинского. Впереди вас ждет прогноз погоды, а я с вами прощаюсь, всего доброго. Сегодня синоптики обещают в Фершемпенуазе около нуля. В Кизильском 2 выше нуля. В Верхнеуральске около нуля. Магнитогорский облачный без осадков плюс 2. Продолжение следует...